Добро пожаловать в Китай! Я поел в месте, где я обычно покупаю шамай. Треугольники, вы помните, посмотрели, наверное, в предыдущем выпуске. Треугольники рисовые. Жутко количество народу. И купить практически невозможно. Вот мне кто-то звонит. Китайцы жутко толкаются, дрожают все. Я простоял там очень долго, чтобы купить что-то поесть. И в итоге меня просто проигнорировали, как это бывает с иностранцами. Мы обслуживали сначала китайцев, потом все остальные. Вот. И поэтому я немножко расстроился. Вот. Но тем не менее, еду в город Фуджоу на скоростном поезде, который вы скоро увидите. Это ехать нам полторы тысяч километров. Даже немножко открытую часть метро. Пять часов. Поэтому вы можете посчитать. По простой формуле расстояние разделить на время. Так. Ну вот. Моя станция. Чжэньчжэнь. Северный вокзал. Прибываем. Пять часов. Прибываем. Пять часов. Прибываем. Вот нам сюда. На Хайспид Рейлвей. Хайспид Рейлвей. Хао Тье. Высокоскоростной железнодорожный поезд. Так, а куда же нам? Все вот это вокруг выглядит как типичное китайское метро. Китайское метро везде выглядит вот так. Я имею в виду в любом городе Китая даже. А вот и вокзал. Народу, блин, надо билет еще получить, потому что регистрация была онлайн. Вот, друзья, ребятушки, отстояв вот такую очередь, окон довольно много, суббота, 9 утра. В принципе, все движется довольно быстро, но потратил где-то минут, наверное, 8, стояв в очереди. Смотрите, как классный экран. Вот, получил билет. Через 20 минут у меня отправление в Фуджал, и сейчас надо отстоять не менее, не менее, скажем так, приятую очередь. Китайцы, кстати, делали все, чтобы отправить меня в другое место, чтобы я получал билет. Они хотели меня отправить в автоматическое получение из автоматов, где получение производится по ID-картам, по пластиковым картам, паспортам китайским. У меня-то такого нет. Вот. нет. Но я слышал, там тоже паспортами можно пользоваться, но тем не менее, я стоял здесь очередь и получил. Это мой первый опыт получения билета таким вот образом. Постоим? Постоим? Постоим! Что делать-то? Что же еще делать? Придется стоять. Придется стоять. народу хватает но вроде движется любит ушки но довольно быстро все движется я скажу здесь проверка билетов пункт проверки билетов очереди выглядят просто гигантскими но движется нормально ну вот поставим ка еще в одной очереди поставим ка еще одной очереди зачем чтобы проверить багаж ну вот поставим поставим смотрите какая форма у работников вокзала а знак стол проверка проверка Поехали! Я делаю личное обучение. Поэтому я рекомендую сегодня... Как сказать? Субтитры... Как сказать? Субтитры. 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 А вот и поезда. Такие поезда. Вот видите, вот там тоже стоят, да? А вот и поезда. Такие поезда в Китае называются Гао Че. Поезд в целом. Мы. Туалеты. Туалет. 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 Всем доброе утро. Идем на завтрак. Поехали. Или помчали. Сначала душ. Кроватка хорошая. Уставать не хочется. Да. Облачно сегодня, да? Душек. Туалет. Продолжение следует... 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 высокоскоростные поезда в целом ехать довольно комфортно иногда закладывают уши так довольно серьезно закладывает выезжаешь из туннелей и такое неприятное ощущение закладывают уши как в самолете знаете друзья любит . каждый раз когда мы приезжаем каждый раз когда мы приезжаем какую-то речку большую или маленькую такое ощущение что в китае используют просто как каналы для грязи и отходов сливают вообще все поэтому речки выглядят вообще не как реки просто выглядят как помойки это очень печальный факт вот с правой стороны с правой стороны уже начинается другой город тоже большой город если честно не помню как он называется мы находимся в 50 километрах мы уже проехали 50 километров 50 километров от фуджо город этот и здесь тоже живет больше миллиона человек начинается потихоньку вот с той стороны он уже вовсю пока еще маленький да с той стороны он уже вовсю идет не знаю, не только что вам видно или нет даже какой-то частный сектор вот мы подъезжаем в этот городок справа проехали какое-то международное здание вот там видите тоже флаги российского флага нет много флагов но не российские смотрите здесь наверное растут какие-нибудь фрукты да, вон помидорки растут овощи, да, где-то пальмы вон растут вот вы знаете кстати вот город фуджоу географически он находится пониже южнее города Чэнду то есть не намного ниже но чуть-чуть пониже вот если Чэнду например город называют там снега тоже нет в Чэнду в Чэнду город называют трех урожаев это значит что в год люди собирают три урожая представляете? то есть три раза сажают, три раза собирают урожаи это вообще круто и я думаю что здесь то же самое мне кажется здесь то же самое плюс вот друзья ребятошки вот прямо за этими горами вот за этими холмами идет океан прямо за этими горами холмами океан да и вы знаете что мне непонятно мне непонятно мне непонятно то что в Китае не очень-то любят делать набережные то есть они как-то вот они набережные максимально используют для портов для торговли для это уже какой-то искусственный красивый был для международной торговли для судов но они для не выделяют участков для людей чтобы красивая была набережная ну безупречно они есть они есть там в Шанхае в Гонконге они есть в Шэньчжэне тоже есть небольшой кусочек там не очень-то большой относительно их набережных продолжительность их набережных но они вот как-то особого внимания этому не уделяют все это черт я хотел сказать мы приехали в город Фу-Чинь 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 да люди стоят уже как-то от ветра вон замерзшие все ветер на улице пробежала стерд с собой кстати орбитовщики возможно вам интересно или вы сами обратили внимание на билет когда я вам показывал на станции Фу-Чинь расстояние примерно тысячи километров тысячи километров от Шэньчжэни до Фу-Чинь и за такой вот комфортный поезд где можно так нормально сидеть все удобно чистенько хорошо без толкучки без чего-либо другого некомфортного за 250 за 210-270 юаней можно доехать цена меняется там в зависимости от в какое время вы едете этот поезд едет внимание каждый час каждый час поезд едет в Шэньчжэнь по этому маршруту Шэньчжэнь по Чжоу каждый час поездов полно уехать вообще без проблем посмотрите это пользуется спросом воскресенье не воскресенье дни недели поезда постоянно гоняют вот так вот тысячи километров 200-210-270 юаней то есть в районе 2-2,5 тысячи рублей тысячи километров проезжаешь проезжаешь путешествие только началось а я уже пол бутылки воды выпил на поле а и в в в в в Искусственные водоемы, конечно же, чистые, на какой-то цели построенные. Искусственные водоемы, которые находятся в Москве, находятся в Москве, в Москве, в Москве, в Москве. Искусственные водоемы, которые находятся в Москве, в Москве, в Москве, в Москве, в Москве. Искусственные водоемы, которые находятся в Москве, в Москве, в Москве. Искусственные водоемы, которые находятся в Москве, в Москве, в Москве. Это чистые в Китае, из них пили воду, в них стирали вещи. Еще 20-30 лет назад много было рыбы. Друзья, ребят, в следующем выпуске вы увидите путешествие в китайский город, который является, ну, не наполовину, но на некоторую часть русским. Этот город называется Харбинг, и находится он на самом севере Китая. Сейчас ноябрь, и там уже очень холодно. Он находится близко к границе, там 400, по-моему, километров до границы, очень близко до границы с Россией, рядом с Владивостоком, вот там вот он, Благовещенск, там на границе городок. И Тони Лауши на следующую пятницу едет в этот город, на следующий выходной. С той же миссией, по-прежнему командировка, поэтому я тоже обязательно все сниму, покажу. Говорят, что город очень похож на русский город, и там очень много церквей. Посмотрим, так ли это. А еще говорят, что там, несмотря на то, что там холодно, там нетипично для Китая используется отопление. Там есть отопление, ну, для вас, для нас всех это нормально, отопление должно быть зимой очень холодно. Но там топят углем. Кто-то мне сказал, что бывает там где-то в каких-то районах топят и газом, но также мне сказали, что в основном там топят углем, и из-за этого там очень часто черный смог, такой грязный вот смог такой стоит. Прям, не знаю, запугались со всех сторон, поэтому на следующую пятницу, в следующую пятницу Тони Лауши летит, пять часов лететь на самолете из Шенчженя в Харбин. Это очень далеко, наверное, тысяча три километра. Это прямо очень далеко, наверное, тысяча три с половиной, мне кажется. Вот так вот. Увидимся скоро.